Солнечные лучи ласково трогают макушки деревенских ребят. И те кличут, зазывают весну, поют и приговаривают. Такую картину можно было наблюдать не только пару веков назад. Она и сейчас радует глаз и ласкает слух в образцовом фольклорном ансамбле «Вьюночек». Прикоснуться к истокам, пропустить сквозь себя деревенскую жизнь Руси могли посетители Дома культуры Горького. Для них творческая программа «За околицей». Подразумевается, что дети вышли за околицу села, веселятся, играют в игры, водят хороводы, поют песни. Всё весело, звонко и радостно. Разговоры между собой, пересуды какие-то. Как ни странно, вовлечь детей в народную культуру в глубинке едва ли не труднее, чем в больших городах, говорит Елена Соболева. Поэтому взрослые в коллективе не устают креативить, находить новые формы работы. Перед ребятами раскрывается глубинный смысл потешек, закличек, скороговорок. Они учатся пению и постигают десятки других важных вещей. ПОЮТ НА УЛИЦУ КУЛЯТЬ Я хотел стать певцом, и вот пришёл, чтобы тренироваться петь, там дыхание ставить и всё такое. Честно говоря, ещё с детства очень мечтал петь, и поэтому думаю начать с народного пения. Там хорошие люди, руководитель тоже нравится, и петь тоже нравится. Мне нравится ходить за понимание, за любовь тоже. Елена Васильевна всегда поддерживает в трудную минуту. С тех пор, как коллектив перешёл под крыло Дворца культуры Паруса, в юночкам стали чаще интересоваться подростки. Впрочем, пубертатный возраст препятствием для занятий народным пением и раньше не был. Вероника Лукина в коллективе с четырёх лет. Яна Касьянова занимается три года, но с не меньшим удовольствием. Я заинтересовалась народной культурой и самим пением, и было очень интересно попробовать себя в этом направлении. Вы выпускница, и что с собой возьмёте в дальнейшую жизнь от этого? Я с собой возьму красивое умение петь. Елена Васильевна мне поставила красивую речь, и я ей очень благодарна за это. Елена Васильевна научила нас постановке голоса и речи, как правильно все слова выговаривать, работала с дыханием, и этот навык, я думаю, пригодится в будущем. Я пока ещё думаю, кем стать учителем или пойти в колледж культуры, но если я пойду учителем, то я тоже, как Яна, буду креативить. Елена Васильевна, мы вас любим! Концерт замечательный, просто улёт. Очень большие впечатления, очень хорошо работают дети, видно, работа руководителя очень грамотная. Поэтому и дети всё очень красиво делают. Конечно, я тоже занимаюсь музыкой, и мне было интересно посмотреть этот концерт, потому что мы сталкивались с этим коллективом уже на разных конкурсах. А в последний раз я его видела на вечёрке, и он настолько впечатлил, что я специально решила приехать на этот концерт. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прямо в сердце, переполняющая, чистое и светлое, как гомон птиц, как само начало жизни. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ